Анастасия Черненко. С Анастасией мы знакомы достаточно давно, сейчас она представляет компанию, торговую сеть Перекресток, и у нее одна из самых непростых тем, и мы таким образом немножко от оборудования отойдем к категории. Приветствуйте, пожалуйста. Да, она взяла для себя задачку отработать квест, как же найти готовую еду на полке супермаркета. Но мою боль по этому поводу вы знаете, я регулярно ее транслирую. Максимально много мы об этом будем говорить все-таки именно в категории на менеджмент, но сейчас, в очередной раз, мы постараемся на эту историю посмотреть через призму того, как работает в крупный федеральный игрок с этой историей, потому что здесь, когда надо увязать столько задач, много, да, и Анастасия поделится теми моментами, которые нужно обращать внимание, когда все-таки вы выделяете категории, когда у вас очень много различных задач стоит от разных служб. Анастасия, поделись, пожалуйста. Для тебя твое время. Передай слово. Спасибо, Наташа. Всем добрый день. Слышно, да? Вот примерно так. Это одни из, наверное, лучших фотографий, когда выглядел перекресток, а точнее полка с готовой едой в перекрестке. Эта ситуация, ну, мягко говоря, никого не устраивала. Ни обычного покупателя, для которого это большая путаница, ни для сотрудников, который совершенно не выполняет планограммы и тоже, в общем-то, приводит к большому труду на местах, да, к возникновению пустот и, соответственно, неполной и некрасивой полки. Мы очень долго думали, как эту проблему решить каким-то иным способом, потому что мы все понимаем, что есть дефицит линейного персонала. Это такая большая кадровая проблема, и приходится и ищем варианты, как бы это изменить с помощью упаковки или каких-то еще искусственных внешних вещей, которые могут поспособствовать улучшению. В общем, мы пошли к креативным ребятам. Мы вместе с креативными ребятами, агентство ДПО у нас было. Два года назад мы поставили им задачу решить нашу задачу по навигации готовой еды в перекрестке с помощью упаковки. Они поизучали рынок, поизучали фотографии. Спасибо Наталье Чичук, которая показывает эти кейсы. Очень многое мы, конечно же, смотрели и там, и в итоге у нас возник такой вот примерный мудборд, что это должно быть что-то лаконичное с пищевыми цветами, но при этом в достаточно высоком исполнении качества продукта. Здесь мы стремились не просто в креативе изобразить эту картинку, но еще больше. И самое главное, что доля участия собственного производства здесь было максимальным. Нельзя покупателя вводить в заблуждение, показывать ему то, что есть в упаковке и не соответствует на картинке. Это самая главная проблема. И в исследованиях мы тоже с этим столкнулись. В итоге у нас появилась вот эта примерно текущая ледника, как вы видите, по цветовому решению и по навигации. Дальше покажу, как она будет размещена на полке. Первые вопросы, которые возникали при согласовании концепции идеи, почему не самые пищевые цвета, потому что тренды всего дизайна, они вообще шире таких устоев. Мы смотрим на эти вещи гораздо шире. Здесь есть баланс цветов, и этого достаточно. Это реальные фотосессии нашего продукта. Продукт, который поступал прямо с фабрики кухни на нашу студию, где происходили фотосъемки. Это наши поиски, как этот продукт сделать еще и заметным внутри магазина. Здесь вы видите одни из первых драфтов. Мы пытались настолько агрессивно и смело с этим поиграть, что мы даже пробовали это сделать с розовым цветом, еще с чем-то, потому что есть определенное внутреннее ощущение, что в наших магазинах, которые в хорошем смысле слова очень зеленые, зеленая навигация тоже может теряться. И мы пытались с чем-то ярким поиграть, потому что опять же вот в такой фантазии того, чтобы ярче выделиться, привлечь внимание. В итоге после долгих дебатов и примерок, а это очень важно, да, долго запрягать, но потом быстро ехать. Ребята из крупных торговых сетей понимают, что значит ошибка в таких проектах. В этом плане преимущество у локальных сетей, у них гораздо оперативнее и быстрее можно такие вещи исправлять. У нас такой возможности нет. В итоге мы получили вот такую полку с готовой едой. Вся Москва и Московская область, более 500 магазинов до конца марта у нас уже переоснащены в такой вид. Здесь торец, но полки, которые без дверей, выглядят таким же образом. Мы пошли по пути оклейки самого холодильника в более яркие цвета. Мы добавили внешней навигации, вот как сверху. И сам продукт, который оказался на полке, он тоже весь выделен цветом и имеет свою внутреннюю коммуникацию. Что поменялось? Поменялось то, что у покупателя по нативной логике от завтраков к ужинам, с понятным цветовым решением, с хорошей ассоциацией, которая должна будет неизбежно сформироваться по мере чистоте покупок. В общем-то эта связь и навигации сильно вращаются. На одном простом примере мы замеряли эффект. Как мы только переодели полки и вот уже готовый данный продукт в таком виде у нас уже выглядит с сентября, но не было полочного решения. Средний прирост по продажам на магазине в первый месяц вот такого редизайна составлял от полутора до трех процентов вот просто только на этом изменение. Тут немножко больше подробностей, как шел, скажем так, творческий процесс с агентством в сравнении было-стало. То есть мы добавили определенных коммуникаций на полке. Есть такая полочная навигация, она как и для сотрудников, чтобы не запутаться с выкладкой, что очень важно, так и для самих покупателей, чтобы ориентироваться в выборе, не застаиваться и не раздражаться у полки. Контроль. Это самое важное в операциях, наверное, чтобы от идеи до реализации ничего не пострадало и все это можно было с легким и простым способом поддерживать. Здесь ничего нового, никакого там, наверное, чудес не расскажу. Это просто неотвратимость каких-то наказаний, скажем так. Это контроль. Это только контроль. Ежемесячный, разбитый по каким-то периодам с фотоотчетами здесь других способов нет, потому что ни одна автоматизация не может подтвердить точное положение полки, потому что это одна из самых динамично меняющихся полок. Здесь продукт пополняется ежечасно. Такая небольшая, скажем, зарисовка по поводу эволюции, что было вообще с готовой едой в перекрестке. Перекресток существует с 1994 года, и вот здесь не хватает 1994 по текущей. По настоящее время у нас есть весовая готовая еда. Это всегда был ключевым точкой притяжения собственное производство, наше все, как мы сегодня на встрече это обсуждали. Здесь не в рамках этой презентации я не делала здесь на это акцент. У нас здесь больше проупакованная еда, но тем не менее она есть, и она никуда не девается, непотопляемая. Вот. И, собственно, что у нас получилось? В 2018 году у нас открылась категория упакованной готовой еды. Как и все, мы пытались войти на этот рынок, при этом сталкиваясь с большим количеством барьеров со стороны покупателя, было огромное недоверие, что это за продукт. До сих пор исследования ловят такие инсайты, что покупатели на полном серьезе думают, что эта готовая еда производится из-за того, что не продалось в магазине. Вот. Поэтому это... Но этого стало гораздо меньше. Так вот, в 2018 году у нас появился шеф-перекресток. Это были экспериментальные подходы к ассортименту, к коллаборациям различным громким, к дизайнам. Вот. И на тот момент это был продукт в формате всего остального ассортимента коммерческого департамента. Собственно, находился на одной полке с остальной бокалеей и фрешем. Но поскольку спрос формируется в течение последних пяти лет наиболее интенсивно, эта категория опережает по темпам роста фреш в районе 20-30%. Ну, лично у нас в перекрестке, но в целом на рынке тоже рост готовой еды зашкаливает. Поэтому такой фокус у нас всех. В 2018 году у нас полностью заполняется полка с помощью наших ресурсов фабрики кухни. Вот. В 2021 году эта категория становится самостоятельной. Это такая большая развилка. Она получает свою отдельную полку, получает свой отдельный катмен, выходит в отдельную бизнес-единицу, поскольку это достаточно сложный процесс с поиском ресурсов, инноваций, упаковки. То есть здесь нет такого, что ты поставил бриф и тебе четко по брифам все произвели. Здесь достаточно много нюансов. Вот. И в 2021 году… Так, немножко тут печатка у меня. В 2023 должен быть. Да. В 2023 году мы проводим летом огромные большие исследования по сегментам покупателей. В следующей встрече мы с Наташей уже договорились. Я покажу выжимку из этих исследований. Мы весь рынок поделили по сегментам именно потребителей готовой еды. И мы очень много там обнаружили интересных моментов с точки зрения… Вот есть один такой сегмент, называется так называемые снобы. Это такие покупатели, их доля на рынке порядка 20%, которые не покупают готовую еду. Для них она это больше такой компромисс. Они питаются в основном вне дома. Это такие лояльные покупатели, хорики. Но, соответственно, потенциал по ним огромный. И мы решили посмотреть на эту аудиторию поближе. Тем более она к нам ходит в магазин, но не покупает по какой-то причине готовую еду. Мы поняли, почему этого не происходит. И, соответственно, пересмотрели подход готовой еды и к ассортименту. И у нас вот появилась линейка ресторанной кухни, ресторанных блюд, называется «Селект». С сентября мы появились на полках. Сейчас уже почти во всей Москве есть, почти во всех магазинах данный ассортимент есть. И вот что важно в такой момент. Еще бы год назад нам казалось, что произвести что-то такое ресторанное, чуть ли не высокую кухню, с фабрикой, с собственным производством, это было совершенно невозможно. Это не только произвести в определенных сложных тех картах, но еще с определенной выкладкой. Подобрать при нашем дефиците от закрытых возможностей к инновационным упаковкам что-то стоящее. Но на самом деле это кто в деталях понимает, как это сложно и какой это был большой совместный прорыв. Тут, собственно, наша фабрика кухни за это время трансформировалась в целого агрегатора готовой еды. Х5 еда. Игорь, наверное, уже был, да? Вчера был. Тут спасибо коллегам. Так, по-моему, у меня… И вот 24-й год. Что будет дальше? Что будет дальше? Мы все говорим про то, как выглядит еда, собственное производство. И мы понимаем, что то предложение, те ресурсы, которые есть у ритейла, они, по сути, могут сильно конкурировать или даже побороться за место в сердце, в желудке у покупателя, конкурируясь с хорикой. Соответственно, вот у нас есть проект кафе. Он существует, да? У нас кафе тоже более трех лет. Но то, что мы планируем сделать в 2024 году, мы тоже в ближайшее время покажем. И вот эта некая трансформация от продукта к полной услуге и закрытию новых потребительских миссий – это, наверное, самое главное. Как с помощью собственного производства мы смогли к этому прийти? От сырников и котлет по-киевски практически к высокой кухне, кондитерке и так далее. И так, наверное, все. Спасибо большое. Но у меня есть несколько вопросов, с которыми я предлагаю присесть на буквально пару вопросов. У нас есть буквально пять минут. Чуть-чуть подальше на третье кресло. Садись, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.